всем привет и добро пожаловать на канал биби таки dolls сегодня у нас с вами по болтушке почему вообще решила снять такое видео потому что под разными распаковками google периодически меня кто-нибудь спрашивает ну как как тебе какие твои эмоции какие твои впечатления и так как формат съемок самих распаковок мне менять очень не хочется я решила отдельно снять видео где буду рассказывать что же я думаю о том что я распаковала особенно спустя какое-то время когда я уже пообщалась с куклой какое-то время они у меня пожили я могу рассказать уже мнение не просто первое впечатление уже сложившееся мнение об этой кукле и наверное это будет полезнее чем именно первое впечатление потому что первое впечатление от интегрити то есть всегда вау давайте нальем чаек чтобы было порадостней итак начнем с первой куклы которая пришла мне от интегрити то есть в этом году и первой была кики метеор новая линейка и судя по отзывам которые были в инстаграме по реакции людей на презентацию новой линейки она коллекционерам не очень понравилось но мне линейка в целом понравилось мне из нее понравилось три куклы но заказала я только одну и заказала именно кики выбрала ее потому что она мне напомнила пока хонтас пока хонтас одна из моих любимейших принцесс дисней а во вторых потому что у нее была просто сумасшедшая шуба и я когда это увидела подумала господи конечно мне необходимо просто эта шуба и еще у этой куклы очень яркий необычный макияж что же получилось в итоге в итоге сама кукла мне очень очень понравилось мне очень красивое лицо на действительно похожа либо на какую-то восточную красавицу либо действительно пока хонтас то есть сама кукла мне однозначно понравилась мне понравилась ее фигурка она очень выдающийся в разных местах есть ряд вопросов к аутфиту во-первых это сапоги сапоги выглядели на промо-фото невероятно на деле выглядит это немножко странновато потому что это все-таки не то чтобы обувь то есть это чулки из сетки и к ним приклеена подошва у меня ассоциация вот я в детстве когда мне хотелось поиграть в взрослую жизнь в общем когда я хотела сделать вид что я большая я носки свои засовывала такие знаете кубики из которых там башенки строили и это у меня были каблуки так вот здесь у меня ассоциация абсолютно такая же как будто бы чулки что-то засунули и сделали вид что это туфли на каблуках но это не так и все бы было ничего если бы они сидели плотно но щиколотки они не очень облегают они в принципе достаточно широкие и свободные и поэтому это выглядит немножко странно то есть когда она просто стоит на полке ну то ничего но на фотографиях мне так и не удалось заснять это красиво чтобы это не выглядело каким-то бесформенным носком а это первый момент а второй момент это вот эта водолазка под сарафаном то есть здесь сарафанчик внизу там идет отдельная водолазка и водолазка застегивается на липучку сама ткань водолазки такая как тканый трикотаж и на такой ткани очень легко может появиться стрелка и вот здесь такая ткань и липучка поэтому снимать одевать эту блузку довольно опасно потому что не зацепите что-то и она и спорт я понимаю зачем они сделали да потому что здесь у вас идет сзади липучка а на сарафане идут как краски крючки и два ряда крючков были было очень объемно выглядели бы и поэтому они сделали эту плоскую липучку и не понравилось мне колье у этой куклы как видите она у меня без колье сейчас стоит потому что колье вообще очень красивая но она застегивается на магнит и при любом движении этот магнит размагничивается и колье падает поэтому это не очень удобно хотя само колье очень красиво и на самом деле идея с магнитом тоже классная но если бы может быть магнит был посильнее в целом сама кукла мне очень понравилось мне понравился ее макияж он выглядит не так вульгарно как это было на промо-фото он более сдержанный и у нее очень интересное совмещение макияжа губ и ногтей губы обведены по контуру таким более блестящим фиолетовым а внутри они матовые фиолетовые и то же самое сделано на ногтях одни ногти матовые фиолетовые другие глянцевые фиолетовые и один ноготок даже с французским маникюром то есть он весь матовый а кончик глянце и мне очень понравился вот этот сарафанчик причем он классно смотрится что с водолазкой что без него очень красивые вот эти лямочки с пряжками в общем сделано очень здорово на подкладе это сделано классно как и сережки как и кольцо расскажу отдельно про волосы волосы очень очень классного качества они прямые густые и практически без лака конечно после поездок на море после купания в бассейне я ее уже помыла но до этого ее волосы выглядели абсолютно так же ничего с ними особо делать не нужно было так что вот такие у меня впечатления от метеорки понравилась хорошая девочка и кстати на ней я впервые проверила плавательные способности кукол интегрити то есть оказалось они не тонут потому что я ее искупала в бассейне я думала она пойдет ко дну но нет все в порядке куклы интегрити то есть плавают выпьем чаёвочку и перейдем к следующей кукле что же кто же кто же кто же пришел вторым второй пришла поппи паркер нью-йорк безумно мне понравилась эта девочка поппи паркер нью-йорк это единственная кукла пока в моей коллекции которую я решила не переодевать вообще возможно потом может быть я ее возьму в какую-то поездку и и наверное где-то уже буду переодевать но пока она у меня стоит в своем первозданном виде на полке я ее не трогаю почему решила так сделать во первых сапоги вот эти вот шикарные сапоги и эти шикарные сапоги очень сложно надеть я очень долго мучилась то есть их второй раз надевать уже конечно проще потому что кожа ложится по ноге и сделать это уже проще но когда вы надеваете эти сапоги в первый раз вы проклинаете все на свете это действительно очень-очень сложно стопа изгибается она не хочет залезать в носок застегнуть их тоже тяжело с этими маленькими собачками сзади и при том что они сшиты настолько по ноге и еще одна причина по которой я не очень хочу пока трогать эту куклу что это волосы у нее довольно сложная прическа собрана в пучок и здесь кудри и и кудри это такая вещь у интегрити то есть которая очень быстро придет не самое красивое состояние они распушатся их в итоге все равно придется промыть и перезавить но чем меньше трогаешь куклу тем дальше оттягивается этот момент и поэтому я решила ее пока не трогать чтобы эти кудри пожили чуть подольше а здесь мне понравилось очень многое и цвет волос такой рыжий пшеничный и очень красивые украшения и очки и очки которые складываются это вообще просто невероятное что-то и и макияж нежный и сумка а то есть все абсолютно все в этой кукле мне понравилось распаковывать эту куклу тоже было очень интересно у нее огромное количество разных аксессуаров а это всегда интересно в общем нью-йорк меня очень порадовал мне вообще понравилась травл коллекция и перейдем следующий даме куклы тоже из травл коллекции это поп паркер париж здесь вообще сложно что-то сказать потому что попе паркер париж это прям белоснежка а я очень давно хотела куклу попе паркер именно белоснежку у нее нереально красивый макияж лица в сочетании с этим скин тоном с черными волосами очень красивая кукла и это прям взрослая попе паркер я знаю что многие коллекционеры не очень любят таких выросших попе паркер а я наоборот люблю именно таких взрослых не девочек-студенток а именно взрослых выросших они мне нравятся больше есть пара моментов которые доставляют неудобства это например обувь у нее такие босоножки сцеплены резиночкой передняя часть и задняя сцеплены резиночкой чтобы они сидели более плотно из-за этой резиночки я так и не смогла их нормально надеть на стопу поэтому они так немножко у меня вихляются у меня причем такая проблема не только у нее но и у попе паркер midnight decadence возможно это особенность этой стопы у нее стопа похожа на стареньких барби им кстати подходят туфли от стареньких барби то есть она с очень с очень большим изгибом и сама стопа она очень маленькая прям крохотная но мне безумно нравится ей меховое хотела сказать манто накидка конечно же какое манто очень нравится ювелирное украшение это знаете такое белое золото бриллианты рубины в общем все очень красиво и можно выставлять ее с белыми перчатками сняла потому что мне нравятся ручки с длинными ноготками но и с перчатками руки мне тоже очень нравятся здесь тоже все супер классно и поэтому ну что тут сказать вообще вся серия travel у попе паркер в этом году вышло очень удачной пожалуй единственная кукла которая мне не очень понравилась это токио просто какой-то образ не зацепил меня но вся линейка вышла конечно очень-очень удачной и эту куклу я тоже думала что я не буду ее раздевать потому что сверху платье было закреплено леской чтобы собственно вот эта вот часть плотно прилегала я думала нет не буду срезать а то все развалится но потом решила сделать фотографии в стиле Батори и ну как ну кто еще конечно же белоснежка подошла под этот образ лучше всего с этими кровавыми губами черными волосами бледной кожей и поэтому в роли графини Батори выступила именно она и платье я снимала и леску срезала но ничего не случилось платье как сидело так и сидит его видимо так хорошо застегивали когда куклу вообще собирали создавали что оно приобрело прям форму ее тела и поэтому когда вы снимаете ничего страшного не происходит следующие три куклы которые ко мне пришли все вместе это вступительные куклы 2020 года я заказывала всех трех потому что не смогла определиться кто же мне нравится больше по промо фотографиям подумала ну ничего они придут я посмотрю и решу кого же кого же я все-таки оставлю ну и конечно же все три они стоят у меня на полке и начну я с Лили вообще сомневалась оставлю ли я эту куклу когда заказывала потому что смотрела и думала ну сиреневые волосы личико детская кукольная но она мне не впишется совершенно на мою полку к моим стервозам но в итоге она пришла я открыла коробку и поняла что я не избавлюсь от нее ни за что не могу ни снять ни сфотографировать как на самом деле выглядит вот этот цвет волос потому что камера его передает более ярким и таким переливающимся на самом деле он однотонный совершенно и очень светло сиреневый сразу пройдусь по волосам на волосах было очень много лака при том что ну здесь кончики только подзавиты кудрей здесь каких-то не было чтобы столько лака лить на эти несчастные волосы поэтому волосы мне пришлось промывать чтобы это выглядело прилично а не как сопливые сосули что здесь понравилось это конечно же лицо очень понравились украшения они действительно классные красивые неоднозначное у меня мнение по поводу туфелек туфельки они вообще очень и очень красивые но пока я их надевала думала что я их просто разорву в клочья и выкину потому что это было настолько бесяче чтобы засунуть ногу между вот всеми этими ленточками но я справилась и наверное уже никогда не буду их снимать с нее что еще здесь было такого это конечно же вот эти вот перчатки у Integrity Toys есть отличный способ делать перчатки да они делают кисть прокрашенную и такой манжетик на руку который надевается выглядит реалистично красиво классно здесь они решили сделать сетчатые перчатки которые надо прямо надеть на пальцы чтобы вы понимали перчатки очень узкие они прям по руке и пройтись по всей перчатке она длинная этими пальчиками это тоже такой вызов очень долго я с этим мучилась и в итоге теперь те ручки которые я в итоге впихнула в эти перчатки я так и храню в перчатках то есть я если я снимаю кисть то я снимаю кисть вместе с перчаткой и выбираю потому что второй раз на это я не подпишусь ни за что но повторюсь мне очень нравится украшение особенно колье вот это вот разноцветное и вообще вся кукла она такая сказочная как фея и есть еще один момент это платье платье довольно странное если вы заметили я выставляю без банта большого хотя сам по себе бант красивый но по дизайну бант должен быть сбоку платье и там есть специальная такая чуть еле-еле заметная петелька в которую вставляется крючок на бантике чтобы все это дело держалось но когда бант сбоку мне не нравится совершенно и поэтому бант я прицепляла сзади к застежке то есть чтобы бант был на попе и прицепить этот бант я смогла только один раз когда мне пришлось ее раздеть чтобы промыть волосы и снова надевать платье и надевать этот бант второй раз надеть бант у меня уже не получилось так и стоит без банта и что мне не понравилось мне не понравилась вот эта сумка потому что мне кажется можно было что-то поинтереснее придумать следующий я открывала Женечку и Женечка была долгожданной потому что это Fashion Royalty моя любимая линейка и Женечка меня не разочаровала хотя у меня не получается эту куклу красиво как-то снять именно в плане лица у нее такой скинтон в сочетании с этим смоки айс нюдовыми губами ну не совсем нюдовыми, да, но близко и сочетание вот этого макияжа и скинтона не позволяет мне снять ее четко я пробовала при разном свете но никак, никаким образом у меня не получается это сделать возможно когда-то найду и возможно вы видели, что на промо фотографиях эта кукла на фотографиях разных коллекционеров вообще у всех на фотографиях эта кукла выглядит по-разному и это как раз за счет вот этого необычного скинтона в сочетании с этим макияжем здесь очень многое мне понравилось мне понравился и аутхит мне понравились и украшения мне понравилась обувь единственное что, если вы заметили то бантик и шапочку я не стала надевать но не то чтобы я такая решила что нет, они мне не нужны я их передала другой кукле которой они подходят больше я решила, что на Поппи Паркер Бонбон все это выглядит намного интереснее в сочетании вот с этим платьем таким пастушим коком на голове и с объемной прической мне показалось, что это будет более интересное сочетание и поэтому я передала эти аксессуары Поппи здесь было одно главное разочарование это волосы волосы были в ужаснейшем состоянии потому что предполагалось что у нее вот здесь вот так вот здесь присобрано и вот так на бочок у нее сжат такие кудри волны но когда я достала все это дело из коробки выглядело это просто ужасающе это были скомканные сопли все кудри кривые и вообще это выглядело просто ужасно поэтому я сразу все это смыла конечно надеялась, что может быть какие-то кудри останутся иногда такое происходит когда вы смываете лак с кудрявых волос эти кудри все равно остаются на месте может быть не такие тугие но все равно остаются какими-то волнами более плавными здесь не осталось ничего вообще ну все было залачено вся укладка, которая была она держалась исключительно на лаке потому что все просто распрямилось и мне пришлось ее перезавевать но не очень удачно получилось не очень хорошо завелись волосы просто потому что они у нее очень густые плотные, густые, тяжелые и надо наверное подержать чуть подольше чем я подержала поэтому буду ее немножко перезавевать вообще кукла меня очень порадовала потому что максимально стервозное лицо я очень люблю вот этих стервозных фэшн роялти это была самая быстрая распаковка у нее практически ничего нет отдельно в комплекте только украшения, туфельки и шляпка что понравилось? понравился ее аутфит очень крутая прям блузка с такими валанами очень красивые рукава классные брючки с лампасиками классный корсетик все выглядит очень красиво очень понравились туфли с этими серебристыми пряжками немножко скучноватые украшения особенно сережки если перстень тут такой дорого-богато а вот сережки они как-то выглядят прям простоватенько кукла тоже очень понравилась мне в принципе наверное сложно выпустить какую-то куклу интегрити тос чтоб она мне не понравилась есть линейки которые мне не нравятся но я их и не покупаю ну и последняя на сегодня кукла это поппи паркер птичка она же лондон но насколько я понимаю лондон это такое неофициальное ее название потому что нигде информации о том что это лондон я не видела кукла по поводу которой я сомневалась больше всего потому что в коробке она не произвела на меня какого-то такого впечатления вау но в итоге все таки решила ее вскрыть оставить и не пожалела потому что вот этот эффект вау у меня случился уже когда я ее полностью одела посмотрела на нее вот в таком вот виде и она мне безумно понравилась вот именно в этот момент мне очень нравится сочетание голубых глаз с красной помадой и темных волос что в париже что здесь мне тоже это очень понравилось начну с классного это во первых конечно же вот эти вот ботинки с белым язычком это очень красиво вообще я не очень люблю плоскую стопу у поппи паркер потому что обычно у них не самая красивая обувь вот в этом случае обувь меня прям очень порадовала очень понравился сам наряд то есть блузка и сарафанчик причем сарафанчик можно носить как с блузкой так и без они очень красиво сшиты красивая сама выкройка очень все качественно красивые ткани безумно понравились украшения особенно сережки с такими цветочками и колечко с цветочком очень очень все это мило ну не то чтобы не понравилось но не очень впечатлил на самом деле вот этот рюкзачок не могу сказать что он плохой может быть просто потому что я небольшой любитель рюкзачков не очень я поняла вот эту шляпу тем более что если вы ее надеваете надвигать на лицо то остается такая крошка от самой шляпы от напыления вот этого бархатного тут была та же самая проблема с волосами и здесь волосы тоже были безумно жирные тоже не понимаю для чего потому что у нее так вообще прямые волосы то есть здесь вообще могли без каких-либо укладочных средств зачем они здесь нужны не знаю но их налили так от души не пожалели то есть это именно укладочные средства а не из головы да там выходит клей и у меня была здесь такая неприятность впервые у меня такое с куклами интегрити был какой-то небольшой косячок в прошивке то есть когда я ее достала начала трогать волосы у меня в руках остался такой хороший клок волос я перепугалась подумала что там сейчас где-нибудь просто лысина но ничего не нашла не нашла ни одной дырочки в голове из которой могло что-то выпасть а выпало прям знаете с таким узелочком как будто бы прям с корнем выдралась откуда то есть я просмотрела все что возможно было нигде так и не нашла возможно это были какие-то остатки от прошивки возможно просто что-то прилипло либо это выпало и откуда то из таких глубоких недр ее головы что я даже этого не вижу было неприятненько но к счастью никаких дырок в прошивке не обнаружилось но волосы у нее тоже очень густые тяжелые красивые многие коллекционеры жалуются на разнотон между телом и лицом разнотон действительно у этих кукол есть тело чуть более розоватое чем лицо лицо с таким немножко серым оттенком а тело с розовым но не могу сказать что меня это прям смутило но знайте что если вы решите купить эту куклу то разнотон у нее будет однозначно и на сегодня у меня все я рассказала вам про всех кукол которые выходили за все это время по крайней мере о тех которых купила я о своих впечатлениях надеюсь вам это было полезно и интересно и конечно же задавайте все свои вопросы и комментарии я буду очень рада с вами подискутировать и проведите этот день хорошо с пользой и с удовольствием и не знаю поиграйте в кукол я пойду и поиграю 2 это 2 2 1 5 5 6 5 6